А действительно, то, что приписывается и сибирякам, и дальневосточникам, какой-то особый менталитет, особый склад, в отличие от жителей Центральной России, это скорее миф? Нет, мне кажется, это не миф. Мне кажется, что это реальность. Они психологически более устойчивы, очень упорны. И если уж они во что-то вцепятся, они будут своего добиваться. И Хабаровск это, кстати, показывает. Причем в Хабаровске, хабаровчане, они отличаются от, собственно, дальневосточников, тех, кто живет в Владивостоке, в Приморском крае. Но все они очень отличаются от тех, кто живет в европейской части России. Безусловно так. Даже любопытно, что в основе этого факта? Климатические условия? Я думаю, и климат, и история заселения. Им там приходилось выживать. Власти там Центральной было меньше, но она не так дотягивалась. Им приходилось полагаться только на себя и на связи друг с другом. То есть это обеспечило вот такой специфический региональный менталитет. И они вообще этим гордятся. Я думаю, заслуженно. Хабаровск у нас стал, наверное, одной из главных таких политических неожиданностей прошлого года. Почему дальневосточники более рассерженные, чем остальная часть страны? Ну, во-первых, люди себя больше уважают. Я начну с этого. Это же почему уже? Потому что дальневосточники и сибиряки – это люди, которые приехали, их предки когда-то. И они сами в основном на себя там рассчитывают. Уровень самоуважения там существенно выше, как в любых территориях миграционного притока. За исключением может быть Ямала, где все работают на Газпром. И попробуй-ка ты себя поуважать. С работы вылетишь. Сразу. Что там важно? Если мы посмотрим на вот эту территорию, там колоссальное накопилось раздражение. И связано оно с государственным пиаром. С 2014 года, а то и раньше, у нас все песни про поворот на восток. Каждый этот восточный экономический форум потрясает воображение рассказами о заключенных, они называют это контрактах, а по-честному это договоры о намерениях, из которых в реальную жизнь уходит сгулькин нос. Но пиара немыслимо. И люди-то, ну они же умные, они видят, сколько звона и сколько реальных изменений. Это колоссально раздражает. Поэтому вот все вместе. Анатолия Васильевна, еще одна тема, которая как раз когда все это начиналось, я разговаривал, значит, все время звучала тема дальневосточный сепаратизм. Причем не имелось в виду отделение от России, я все-таки с серьезными людьми разговариваю, да? Видимо, речь идет о ментальности смотрения не на запад, а на юг, восток. Ну вот так вот понимали люди, ну как же. Ох у вас московских, сколько же тараканов в голове, ну с ума сойти. Вообще-то люди, которые в Москву тоже приехали недавно, я бы сказал, на посты. Возможно, недавно, возможно. Возможно, из мест не столь отдаленных, да? Но с общегуманитарными знаниями у них, боюсь, большая напряженка. И это первое. Второе. Они все ушиблены. Историей 90-х, когда Ноздратенко не могли сковырнуть никак. Население за него голосовало. И не потому, что все рвались в Китай, а потому, что люди думали, а он очень подавал себя в этом качестве, что Ноздратенко может отстоять интересы Приморского края. Получаются отдельные интересы Приморского края. Да, да. Нашей территории, чтобы, поскольку по всей стране есть невероятно твердая уверенность, что все забирают в Москву, и с этим ничего сделать нельзя. И как я на цифрах не показываю. Вот сколько вам налогов остается, Приморьево остается, как и Хабаровскому краю, большая часть собранных на эти территории налоги. Да взять у них особо нечего. Ну нет там нефти, понимаете. И НДПИ, налог на добычу полезных ископаемых, главное наш, кормилиц, да, не возьмешь. Возная пошлина, да, она забирается на федеральный бюджет. А все остальное как-то не очень. Но людям это бесполезно объяснять. Понимаете, если у людей картина мира сложилась, она за 30 лет сложилась. Изменить ее цифирью невозможно. Потому что не в цифире дело. А дело в том, что все указявки прилетают сверху. И люди прекрасно видят, как региональное начальство встает во фрунт, и эти указявки выполняют. Деньги туда, начальственные решения оттуда. И вот эта картина, она неизменима. Продолжение следует... Продолжение следует...